Дамы и господа, у нас тема сегодняшнего занятия вывод и эквивалентность родов структур. Начнем с определения. Пусть у нас имеются два рода структуры, σ и θ, на базисных множествах x1, xn, xn плюс 1, xn плюс m. Так что x1, xn относятся к σ, а xn плюс 1, xn плюс m относятся к θ. Мы просто перенумеровали базисные множества, чтобы они не сливались, не конфликтовали их номера. И пусть у нас в σ имеется терм вот такого вида. σ1, σm, θ, объективно переносимые. Ну, понятно, то есть терм имеет вид кортежа из m плюс 1 компоненты. И при этом этот терм не простой, а такой, что соотношение tθ и rθ, я так запишу, от c1, cm, θ, вместо xn плюс 1, xn, dθ, это теорема θ. То есть мы взяли вроде структуры f σ, построили вот такой набор термов, что если этот набор термов подставить вместо базисных множеств θ, и вот терм θ поставить вместо dθ, то тогда условия типизации и аксиомы сразу автоматически начинают выполняться. Тогда говорят, что данный терм есть способ вывода θ из σ. и говорят, что родоструктуры θ выводим из σ посредством вот такого вот терма. Очевидно, что если нам дан некий σ-объект, ну вы уже знаете, что это такое, там набор термов теории множеств x1, xn и δ, если мы этот σ-объект подставим вместо x1 и δ σ в этот терм, то таким образом мы получим θ-объект. То есть из σ-объекта мы получаем θ-объект. Но какие примеры могут быть? Самый простой, самый элементарный случай происходит тогда, когда σ-объект является θ-объектом по совместительству. И вот эти термы, они вырождаются просто в базисное множество и родоструктуру. Ну, например, значит, в частности это бывает тогда, когда r θ следует из r σ. То есть вот выполнилась аксиома r σ, значит, выполнился аксиома и r θ. А когда это бывает? Это бывает, когда аксиома r σ представляет из себя есть r θ и что-нибудь еще. Ну, за примерами можно далеко не ходить. Если мы рассмотрим всем вам знакомые родоструктуры биекции, родоструктуры биекция, значит, сурьекция, инъекция, функция. Значит, мы знаем, что биекция одновременно является сурьекцией и инъекцией. А инъекции и сурьекция являются функцией, и биекция тоже является функцией. Вот. Значит, просто за счет того, что вот эти вот родоструктуры появляются, получается, добавлением к родоструктуры функции неких аксиом дополнительных. В этом случае говорят, что если просто следующий родоструктуры из вот этой вот аксиомы следует... Вот аксиомы этого родоструктуры говорят, что этот родоструктуры богаче вот этого. То есть родоструктуры биекции богаче родоструктуры инъекции. Это всего лишь терминология. Или сильнее. То есть иногда говорят усиление родоструктуры. Что такое усиление родоструктуры? значит мы добавили еще одну аксиому добавили аксиом туда но в каком смысле богаче да я хочу чтобы как бы усвоили с прошлого с прошлой лекции вот эту истину что чем больше мы аксиом добавляем тем уже становится класс сигма объекта но тем шире становится множество теорем которые мы можем выразить и здесь два крайних две крайних ситуации первая ситуация когда никак никакой аксиомы нет вообще и тогда у нас класс сигма объектов в себя включает класс всех множеств и просто там все ступени данного типа который можно построить вот и мы не можем никаких теорем вывести теорем радоструктурных вывести то есть это все и мы про это все не знаем ничего а другой крайний случай когда мы добавляем добавляем аксиомы в какой-то момент мы даже незаметно для себя можем получить противоречие то есть получить невыполнимый набор аксиом и тогда класс сигма объектов превращается в пустое множество про который мы знаем все потому что в противоречивом роде структуры как я показал на прошлом занятии выводимы любая любое утверждение то есть как бы любая синтаксически корректное высказывание является логически выводимым ну из противоречивого набора посыла вот то есть как бы это получается не что про который мы знаем все вот но оба случае крайних не интересны они и мы их избегаем причем если первый случай понятно как избежать начать делать то второй случай очень легко оступиться и незаметно для себя получить противоречие добавляя еще одну аксиому так вот понятно что здесь класс пошире потому что вот это вот есть подклад объекции есть подкласс функций класс всех объекций есть подкласс класса всех функций и да кстати из этой диаграммы мы видим что отношение быть богаче она транзитивно естественно она транзитивно в силу транзитивности импликации другой пример такой лесенке такой классический пример полугруппа моноид группа абелева группа из абстрактной алгебры пример значит полугруппа это у нас что и такая структура в которой есть групповая операция про которую мы знаем только то что она ассоциативно моноид это мы добавляем нейтральный элемент туда значит то есть элемент который там перемножая на другой элемент мы получаем тот же самый группа мы добавляем обратный элемент абелева группа мы добавляем коммутативность к ну свойства коммутативности к групповой операции всякая белева группа является группой всякая группа является моноидом всякий моноид является полугруппы и далее как бы поток по транзитивности значит все это выполняется и опять же чем чем больше аксиом тем уже класс сигма объектов то есть тривиальным случаем понятно да если у нас просто из одной аксиомы следует другая то вот мы получаем такой вот подчиненность значит роду структур рассмотрим нетривиальные случаи вывода возможно незнакомая вам структура решетки может быть где-то и встречавшиеся значит что такое решетка решетка у нас имеется x1 одно базисное множество у нас имеется 2 родовых константы задающие две операции значит x1 на x1 x1 вот так вот и еще раз п x1 на x1 на x1 значит эта операция задаю это константа задает вот такую вот операцию это вот такой вот операцию в английской литературе называют мид и джойн значит в русской ну просто операции решетки они не случайно совпадают значками и или вот потому что действительно в одной из интерпретации этот это так значит и имеется там ряд аксиом а или а равняется а это и демпатентность значит дальше коммутативность равняется b или а значит коммутативность ассоциативность б и то же самое для другой операции ассоциативность и поглощение последняя пара вот они все как бы симметричны относительно этих двух операций решетки вот если мы пойдем дальше и наводим тут еще две она еще даже три родовых константы значит d3 принадлежит гуляну x1 на x1 операция x с чертой d4 принадлежит x1 условно 0 и d5 принадлежит x1 условно единица и добавим еще аксиом не буду их тут перечислять то мы получим род структуры булевой алгебры булевой алгебры причем такой что вот известные вам булевские операции с нулем и единицей это будет всего лишь одна из интерпретаций но могут быть и другие интерпретации имеющий большую мощность чем 0 единиц вот и кстати говоря эта штука довольно важно имеет приложение современной логике но сейчас речь не об этом сейчас речь о том что вот у нас род структуры булевой алгебры он более богат чем род структуры решетка решетки это понятно но можно зайти с другого края и заметить что род структуры решетки определяется ли решетка определяется и другим способом может быть определенной другим совершенно способом если мы рассмотрим род структуры x1 d принадлежит бульяну x1 на x1 линейный порядок какие аксиомы у линейного порядка давайте напомните мне ну порядка так сравнимость любых двух это про линейность правильно а дает до нее что у нас идет право порядка то до транзитивность транзитивность антисимметричность это существенные две да вот рефлексивность то что отличает строгий от нестрогую в общем она не очень интересны то что выкинули диагональ получили строгий добавили диагональ получили не строгий и ну да сравнимость любых двух сравнимость любых двух и значит рассмотрим любой линейный порядок и построим терм макс а б максимальный из двух элементов и построим или минимальный из двух элементов мин а б и мы обнаруживаем что если макс а б обозначить как вот так вот а минимальный обозначить вот так вот просто переобозначить то мы увидим что вот эти вот значки вот эти вот все аксиомы удовлетворяются то есть любой линейный порядок задает решетку то есть иначе говоря род структуры решетки выводим из рода структуры линейного порядка вот и кстати в прошлом семестре на одной из контрольных у вас была такая задачка где вы этим по сути занимались вот но и способ вывода это как раз вот эти вот два но у нас способ вывода какой про базисное множество мы говорим что она сохраняется тем же самым до 2 вот эти вот d1 и d2 мы выводим в виде термов максимум и минимум но здесь то она как-то по изящнее и аксиом как бы поменьше но хотя линейный порядок решетку определяет то есть из линейного порядка решетка выводится но не всякую решетку можно представить себе как линейный порядок потому что решеткой например является что возьмем множество возьмем бульян от него множество всех подможеств и рассмотрим операции вот такую и вот такую объединение пересечения вообще рассмотрим такой набор множеств что попарная любая пара пересечения тоже принадлежит этому множеству или любой объединение тоже принадлежит ему да вот мы увидим что если вот так вот их переобозначить то тоже эти аксиомы удовлетворяются но значит под множество множество они не упорядочены линейно это частичный порядок частичный порядок по вложению вот или другой пример решетки а другой пример решетки вот какой возьмем натуральные числа упорядоченные отношением делимости любимый пример да когда мы изучаем частичные порядки натуральные числа упорядоченные отношением делимости частичный порядок не все числа сравнимы друг с другом если они они делятся на бэй бы не делится на значит они не сравнимы друг с другом но однако же если мы а вот скажите что будет являться а вот этими операциями мид и джойн аналогом в такое в такой структуре нод и ног да правильно то есть нод это значит у нас будет у как бы минимальный анод максимальный и infimum supreme то есть значит это если мы скажем что это not а вот это вот ног то опять же для нод и ног вот это вот выполняется это еще один случай когда вот род структуры имеет очень большой спектр интерпретации совершенно из разных областей как мы видим ну вот и это получается решетка вот но опять же порядок то частичный вот на самом деле если мы рассмотрим не обязательно линейный порядок и не обязательно такой порядок у которого любые два множества сравнимы а такой порядок у которого любая пара элементов имеет верхнюю грань то есть существует супремум а б и существует инфимум от б точную верхнюю грань и точную нижнюю грань из двух элементов вот если у нас есть такой порядок которых есть верхняя грани нижняя грань любой пара элементов то тогда значит мы можем сконструировать из него решетку потому что суп и инф удовлетворяет вот этому и на самом деле любую решетку можно представить как такой вот порядок супремому неинфимому и вот это уже эквивалентность родов структура которые я сейчас чуть позже буду начну говорить вот но прежде чем я начну говорить об эквивалентности родов структур я рассмотрю еще один экстремальный такой пример если мы рассмотрим все произвольные произвольные род структуры то есть такие рода структур которые можно вывести из произвольного рода структуры и нам для этого не потребуется ничего кроме базисного множества если у нас вроде структуры сигма есть хотя бы базисное множество x1 то мы можем рассмотреть вот какую вещь все один равняется x1 в степени x1 значит z равняется такой набор у в w принадлежащим гулянт x на x помножить на гулянт x ну x1 на x1 помножить помножить на гулянт x1 на x1 такой что у принадлежит и к степени x и в принадлежит и к степени x и дубль в принадлежит и к степени x и дубль в равняется у композиции св значит такое написал x1 степени x1 как вы знаете это множество всех функций из x1 в x1 просто всех функций значит а это который написал показывает нам значит тройки одна функция из x1 x1 другая функция из x1 x1 и функция являющаяся суперпозиции этих двух и это у нас маноид всегда маноид почему потому что операции суперпозиции вот кружочек а относительно функции она ассоциативна и у нее всегда есть нейтральный элемент это x ну который переводит но что сама в себя функция переводить нужно что сама в себе значит у нее есть нейтральный элемент она ассоциативна соответственно получается так что если у нас хотя бы есть базисное множество то рост структуры маноида мы можем вывести вообще не пользуясь другими родами структур ничего вот таким вот образом так вопрос о том насколько широко понятие выводимости рода структур гораздо более интересным является понятие эквивалентности родов структур то есть вводимости в ту и в другую сторону эквивалентность родов структур пусть сигма и тета имеют одинаковые набор базисных множеств одинаковый я это подчеркну если когда мы говорили про выводимость он мог быть разным вообще говоря то для эквивалентности у нас существенно что набор базисных множеств одинаков это первое второе есть способ вывода x1 xn зета рода структуры тета из сигма способ вывода есть обратный способ вывода x1 xn омега рода структуры сигма из тета значит и третье омега от x1 xn зета вместо д тета равно д сигма теорема 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 теоремы сигма сейчас мы рассмотрим это повнимательнее и дзета x1 xn омега вместо д сигма равняется д тета теорема тета то есть у нас вот это вот все значит задает нам просто такую ситуацию когда мы можем взять один род структуры у него есть родовая константа у него есть базисное множество и родовую константу другого рода структуры представить видеть термо воду структуры сигма это вот простыми словами говоря и с другой стороны если взять другую структуру и в нем своя родовая константа то родовую константу первого рода структуры мы можем представить в виде термо то вот это второго рода структуры вот что значит представить виде это значит что если мы подставим ее в этот терм в аксиому то аксиому выполнится и значит эти два преобразования они являются взаимооднозначными то есть если мы перегоним там в терм и обратно в константу мы получим одно и то же одно и то же не словами то есть это эти преобразования они взаимно однозначны и действительности случаи эквивалентных родов структур они не так уж и редки на самом деле они очень чисты и на самом деле вы даже знаете точно мы доказывали теорему в прошлом семестре вспомнив которую мы сразу же увидим пример наш первый пример эквивалентных родов структур значит рассмотрим род структуры эквивалентности валент ность что это такое x1 d1 принадлежит булиану от x1 на x1 и какие-то таксиомы у эквивалентности в отличие от порядка у порядка мы вспомнили рефлексивность транзитивность антисимметричность а у эквивалентности симметричность то есть эквивалентности просто антисимметричность меняем на симметричность получаем эквивалентность вот значит транзитивность рефлексивность симметричность и 2 род структуры разбиение 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 множество значит что это у нас d2 принадлежит двойному булиану от x1 для любого а принадлежащего x1 существует b из d2 такой что а принадлежит b это полное покрытие и для любого у принадлежащего d1 для любого в принадлежащего d1 у пересечения с в равняется пустому множеству или у равняется в то есть любые два элемента либо не пересекаются либо полностью совпадают то есть но иначе говоря разбиение то вот что мы взяли множество и порезали его на не пересекающиеся куски полностью покрывающий само множество так вот помните мы в прошлом семестре осенью доказывали такую вещь вводить такой понять как фактор множества помните и говорили что фактор множества задает разбиение по эквивалентность если мы возьмем отношение эквивалентности мы можем построить фактор множество значит x поделить на d1 фактор множество задается вот таким вот термом я напомню у принадлежит гуляну от икса такой что существует а а принадлежит x и и уравняется b принадлежит x такой чтобы а принадлежит d то есть фактор множество это множество классов эквивалентности каждого из элементов множество x а значит вот и взяли элемент какой-то построили множество элементов ему эквивалентных другой элемент построили множество метки мы кори вот собрали все эти множество в одно множество в единое Получили фактор множества Так вот, фактор множества задает как раз разбиение А с другой стороны Мы доказывали то, что в разбиении Отношение лежать в одном элементе разбиения Есть эквивалентность Так вот, смотрите Ну, отношение к эквивалентности Там примеры, какие могут быть отношения к эквивалентности Значит, параллельные прямые на плоскости Отношение к эквивалентности Есть отношение параллельности, например, прямых на плоскости Если мы возьмем множество всех прямых Которые можно провести на плоскости Такое вот множество Значит, тогда отношением быть параллельными Оно разбивается на классы эквивалентности Вот как раз на фактор множества И теперь мы уже можем рассмотреть Вот наше исходное множество Не просто как множество всех прямых вот так вот хаотично набросанных да а множество множеств прямых таких что в каждом множестве прямые друг другу параллельно вот фактор множество самое фактор множество значит и на самом деле фактор множество дает нам способ вывода разбиение из эквивалентности а отношение лежать в одном элементе разбиение это же бинарные отношения до два элемента мы можем понять они лежат одном элементе или не лежат в одном элементе отношение лежать в одном элементе разбиение дает нам способ вывода эквивалентности из разбиения эти выводы обратимы то есть мы можем построить фактор множество по фактор множеству вернуться опять к эквивалентности под дозаданной эквивалентности То есть мы уже можем думать о некоем таком конструкте, вот слово конструкт, да, некая такая математическая абстракция, которую можно задать вот так. Можно задать вот так. По сути это одно и то же. Вот, только в одном случае здесь мы положили вот это, а вот это вот вывели как терм, и тогда это теоремы, а это аксиомы, да, положили, здесь аксиомы, это терм, это теоремы. Либо другой вариант. Значит, положили вот это, взяли вот эти аксиомы, тогда это получился терм, и это получились теоремы. Вот первый такой пример. И в действительности оказывается, что здесь происходит некий произвол, да, мы говорим, вот род структуры, он хорош тем, что при помощи рода структуры мы совершенно четко можем определить конструкт наш. Четко, недвусмысленно, прекрасный язык для построения вот этих вот абстракций или моделей прикладных. Но мы видим, что это язык, да, хорош, но это язык, который позволяет одну задачу решить многими способами. Причем значительно многими способами. Чуть дальше я как бы углублюсь в это дело, в этот вопрос. И в действительности многое зависит от человека, как, что мы выбираем, от его персональных вкусов, от того, что ему кажется короче или изящнее, или для того, что ему ближе для его целей. Как бы, какие там термы или теоремы выводятся проще. Вот. Сейчас мы двинемся дальше и рассмотрим другие примеры. Немножко поглубже поисследуем эквивалентность родов структуры и как это бывает еще. Это, конечно, далеко не единственный пример. Классический, совершенно классический пример. Это определение топологического пространства. Вот вы начинаете читать какой-нибудь учебник по топологии. И обнаружите, что половина учебников так определяет топологическое пространство, другая половина эдак. Значит, рассмотрим род структуры сигма, которым x1 множество точек, ну, пространства нашего. Значит, d1 принадлежит двойному бульяну от x1. Множество открытых множеств. Открытых множеств. Значит, аксиомы какие там. Для любого g, являющегося подмножеством d, сумма g является, принадлежит d. То есть, сумма любого множества открытых множеств является открытым множеством. Другая аксиома, аксиома вторая. Для любого а, принадлежащего d, для любого b, принадлежащего d, а пересечение с b принадлежит d. То есть, любую пару, но уже не про любое множество мы говорим, про любую пару открытых множеств. Если мы возьмем, построим пересечение, получим открытое множество. Значит, ну и аксиома 3, x принадлежит d. То есть, само пространство открытым является. А в другой половине случаев топологическое пространство таким образом объявляет. Пусть x1 у нас множество точек. d1 принадлежит булиану от булиана от x1 на булиан от x1. А это задает у нас операцию замыкания. Операция замыкания. А, значит, то есть, если у нас имеется некое подмножество точек, то при помощи вот этой вот штуки мы можем построить вот из него вот этот вот нож. То есть, здесь у нас будет аксиома всюду, определенность, прямая, однозначность. Всюду, определенность, прямая, однозначность. Значит, для d. Для d. Аксиома для любого а, принадлежащего булиана от x, а является подмножеством суммы а, то есть сумма является надмножеством, возможно, нестрогим. Значит, потом аксиома идемпотентности замыкания для любого а, принадлежащего булиану от x. Два раза построили замыкание над а. Это то же самое, что мы один раз построили замыкание над а. Еще аксиома для любого а, принадлежащего x, для любого b, принадлежащего x, в замыкании суммы равняется сумме замыканий. И еще аксиома замыкания пустого множества равняется пустому множеству. То есть определения внешне совершенно разные. Разные роды структур, разные аксиомы. Но сразу же, если мы, допустим, исходим из множества открытых множеств, то дальше мы сразу же рассуждаем следующим образом. Возьмем некое открытое множество. Вот оно, лысый у нас. Значит, назовем точкой прикосновения Т такую точку, что любое открытое множество, в котором лежит точка Т, пересекается вот с этим, с нашим, с А. Да? Понимаете? Матан. То есть взяли наше множество А, значит, точка Т. Если она такая, что мы можем построить открытое множество, в котором она лежит, и которое с А не пересекается, то, извините, значит, а если какое бы мы ни взяли открытое множество, оно будет лежать здесь, то значит, это точка прикосновения. Возьмем набор всех точек прикосновения, объединим его с самим А, получим операцию замыкания. То есть вот эта операция будет у нас здесь термом. И дальше мы можем убедиться, что вот эти аксиомы являются теоремами, на самом деле. То есть это все выводится. Вот. А если мы отсюда идем, то значит мы можем определить множество замкнутые, это такое множество, значит, которое, замыкание которого равно ему самому. То есть если у нас замыкание А равняется самому А, то мы говорим множество замкнутое. Тогда множество открытое, это такое множество, значит, у которого есть там Х- некое замкнутое множество. Где У замкнутое множество. То есть открытое множество, это есть дополнение всего пространства к некоему замку и опять же значит определив таким образом понятие множество всех открытых множеств мы убеждаемся что эти аксиомы на самом деле превращаются в теоремы как идти для определения конструкта топологическое пространство с этого стороны или с этой стороны все равно как бы чаще всего а топологическое пространство вводится как обобщение понятия метрическое пространство если вы помните а метрическое пространство там вообще там еще круче там же метрика там нужно вспомогательное множество некое действительное число которое дает меру расстояние между точками помните вот всякое метрическое пространство является топологическим То есть метрическое пространство более богатой род структуры, чем топологическое пространство. Более богатый, чем это, или более богатый, чем этот род структуры. Опять же, здесь возникает некий произвол. Ну и последний пример. Ну, собственно говоря, мы его уже рассматривали. Это род структуры решетки можно задавать при помощи двух родовых констант. Но я еще раз выпишу, значит, x1. И у нас d1 принадлежит булиану от x1 на x1 на x1. d2 принадлежит булиану от x1 на x1 на x1. Да, операция mid, операция join. И здесь у нас аксиомы. Много-много аксиом. Это с одной стороны. С другой стороны мы можем задать род структуры решетки следующим образом. x1, d1 принадлежит булиану от x1 на x1. И здесь просто другие аксиомы. Значит, здесь у нас аксиомы решетки относительно операции mid и join. А здесь у нас аксиомы порядка частичного, такого что, значит, любые два элемента в нем имеют точную верхнюю грани, точную нижнюю грани. Здесь как-то та же поизящнее получается, чем здесь. Но здесь, например, проще видеть, что решетка имеет прямое отношение к булевой алгебре, например. Ну, я сведу воедино в таблицу, значит, другие примеры наши. Значит, топологическое пространство. И опять же, x1, d1 принадлежит двойному булиану от x1. А здесь d принадлежит булиану от булиана от x1 на булиан от x1. Значит, здесь аксиомы одни, здесь аксиомы другие. И там третий пример, который мы рассматривали. Опять, ну, все примеры на одном базисном множестве. Значит, здесь у нас d принадлежит булиану от x1 на x1. И здесь аксиомы. Это эквивалентность. А здесь d принадлежит двойному булиану от x1. И совсем другие аксиомы. Вот конструкт одинаковый. Вот одинаковый конструкт. Вот одинаковый эквивалентность конструкт. Родоструктура выглядит совершенно по-разному. Вот. В этом, к сожалению, самая большая слабость аппарата родоструктур. В этой произвольности определение конструктов. Задание конструктов. Которое зависит очень сильно от автора. А если вы занимаетесь моделированием в аппарате родоструктур, то буквально очень серьезно зависит от вас. То есть только от вас зависит, насколько изящно вы выберете родовую константу, и насколько изящно вы выберете аксиомы. Правильность тут не все, тут еще вопрос изящности. Вот. Но вместе с тем возникает вопрос. Возникает вопрос, а насколько широк и вообще произволен выбор структур для представления нужного нам конструкта. Я уже словом конструкт обозначаю всю совокупность эквивалентных друг другу родов структур. То есть, допустим, если мы возьмем конструкт отношения эквивалентности, эквивалентность дробь разбиения. Вот такая ступень нам подошла. Такая ступень нам подошла. Она могла бы подойти вот такая ступень? Она могла бы подойти вот такая ступень? Для того, чтобы представить его. Могла бы подойти еще какая-то навороченная там 4 булиана, x1 на x1. Почему нет? Значит, да. Только это было бы... Значит, мы можем накручивать булианы сколько угодно. Да, просто объявив там синглитон. Взяв синглитон, от любого из них мы можем... Хорошо, наверх мы можем булианы накрутить, а вниз мы можем спуститься. Вот мы можем эквивалентность представить, значит, выдумать такой род структуры, который берет за основу своего булиана от x1, и при этом он будет эквивалентен роду структуры эквивалентности. Как вы считаете, можно это или нельзя это сделать? Кажется, нет. Кажется, это слишком примитивно, то есть, как бы такой примитивный ступень. Это действительно так. Но задуматься я вам все равно над этим предлагаю, потому что нет никакой священной правильности в выбранной вами ступени. Когда вы будете писать работы ваши, бакалаврские, магистрские, когда вам обязательно требования в родах структур что-то эксплицировать, нет никакой священной верности, что вот это должно быть задано вот именно такой ступенью и больше никакой ступенью. Нет, эта дорожка скользкая. Тут можно и так, и сяк. Но однако же некие границы все-таки есть. Вот если мы говорим про род структуры эквивалентности, что нам позволяет сделать вывод, что вот одиночный булиан не годится в качестве ступени для рода структуры эквивалентности. Рассмотрим множество дельта сигма такого вида. Дельта сигма, д принадлежащие с, такое что r от x1, xn, d. Урода структуры сигма. Это будет у нас множество. При фиксированных иксах, значит, что такое дельта сигма? Зафиксировали базисное множество, просто представили термами какими-то, ну, просто положили себе базисное множество. И тогда мы можем говорить о множестве возможных вариантов для d, для родовой константы, которая еще удовлетворяет аксиомам. Вот. Если у нас род структуры противоречив, то это всегда будет пустое множество. Вот. Вообще это множество. Вот разница с классом сигма-объектов, чувствуете? К сигма, это у нас x1, xn, d, такие, что t и r. Помните, я говорил, это собственный класс, это не множество. Потому что мы не можем говорить о множестве всех функций, мы можем говорить только о классе всех функций, потому что, как ни существует множество всех множеств, существует только класс всех множеств. Это не обязательно коллективизирующие соотношения. Здесь мы прямо видим это коллективизирующее соотношение, потому что s это у нас ступень, зависящая от x, если x нам уже даны, да? Вот. r может быть чем угодно, а главное, что здесь у нас множество. Так вот, мы можем говорить о мощности множества дельта сигма. Если у нас имеется эквивалентность между родами структур сигма и тета, то вот эти два способа вывода задают нам объекцию e между дельта сигмой и дельта тетой. На самом деле, e есть просто функция, которая из любого сигма объекта, ну, из любой родовой константы сигма объекта, делает родовую константу тета объекта. И наоборот, у нас есть обратная функция по определению. Соответственно, мощность дельты сигмы должна равняться мощности дельта тета. Если сигма и тета, у нас эквивалентные роды структур. Теперь, если дельта тета извиняюсь, д тета лежит в ступени какой-то s тета, то тогда оценкой сверху для дельта тета у нас будет вот что. Дельта тета по мощности меньше либо равно мощности ступени s тета. Почему меньше либо равно? Потому что дельта тета принадлежит s тета. А это раз. А во-вторых, на дельта тет еще какие-то аксиомы наложены. Поэтому уж во всяком случае, в множестве возможных d тета, удовлетворяющих этим аксиомам, при заданных x, будет элементов не больше, чем в самой ступени. Вот это понятно? Ну, ясно, да? Значит, теперь рассмотрим пример. наш. Если у нас x содержит n элементов, сколько разбиений из нуля элементов мы можем построить? Ну, одно. Оно же пустое, наверное. Значит, сколько элементов из одного элемента разбиения мы можем построить? Это тоже только одно. Один элемент сам себе эквивалентен. Из двух сколько? Два. То есть каждый сам себе эквивалентен, и оба эквивалентны друг к другу. Значит, из трех сколько мы можем построить? Значит, три. Мы можем вот так вот. Да? Три. Нет, пять на самом деле. Вот так вот. Значит, еще три. Как еще? Вот так вот. Потом каждый сам себе эквивалентен, и еще вариант, когда они все эквивалентны друг к другу. Вот. То есть из трех на самом деле можно построить пять элементов. Значит, из четырех я сразу скажу 15, из пяти 52, из шести 203, из n общую формулу можете предложить? Не можете. Единица на е, сумма от k равна нулю до бесконечности, k в степени n делить на k фактериал. число, n-ное число было. Число разбиений множества из n элементов. Так вот. Чего получается-то? Если мы возьмем и попробуем построить род структуры с такой вот константой, такого вида, d равно принадлежит булеану от x, вот, то уже в случае, когда x содержит всего пять элементов, у нас разбиений 52 строго больше, чем 2 в пятой, то есть 32 элемента. то есть если мы возьмем d принадлежит булеану от x, то вообще всех возможных d при любых аксиомах, какие бы аксиомы мы ни взяли, их будет при пяти элементах не больше, чем 32. А разбиений при пяти элементах уже не 32, уже 52. Именно поэтому булеан от x не годится для того, чтобы быть родовой константой для разбиения. а двойной булеан годится и тройной годится. Значит, но вот это вот условие необходимое условие, чтобы у нас род структуры имел достаточную мощность. Оно является необходимым, с другой стороны оно не является достаточным. Я сейчас еще минут 10 времени потрачу на то, чтобы рассмотреть другой пример. Вот. вот, если мы возьмем двойной булеан от x, его мощность равняется 2 в степени 2 в степени x для натурального x, во всяком случае, уже, если у нас больше трех элементов, эта мощность больше, булеан x на x равная 2 в степени x в квадрате. То есть, вот такая вот ступень, она по мощности, ну, если x больше трех, ну, мы всегда можем ограничиться рассмотрением таких родов структур, что они там требуют аксиомы или еще как-то, что элементы в базе на множестве больше трех. Вот. Она по мощности превосходит вот это вот. Но! Значит ли это, что любое, любой род структуры, для которого нужна вот такая вот ступень для родовой константы, может быть, представим вот такой вот ступенью? Нет! Не значит! Она слишком примитивна. Мы сейчас увидим это. Почему? А вот тройной булеан уже подходит вполне. Почему? Потому что у нас есть пара по-куратовскому. Помните? x, x, y, да, вот такая конструкция, да, она нам задает упорядоченную пару, то есть как бы элемент Декартового произведения. То есть на самом деле, если у нас есть бинарные отношения, то мы можем вовсе обойтись без Декартового произведения, обойтись тремя булеанами. Да, у нас не будет удобных сразу же, что называется, из коробки проекций, хотя мы можем их и, значит, вывести все равно. Вот. Но тройным булеаном любое бинарное отношение мы можем задать на одном множестве. Это действительно так. А двойным булеаном не любое бинарное отношение. Значит, для этого мы рассмотрим вот какую штуку. Мы рассмотрим вот какую конструкцию. Пусть у нас Х1 переводится в себя самого при помощи Ф1, ХН переводится самого в себя при помощи ФН, и Дельта переводится само в себя при помощи Ф1, ФН по схеме конструкции С. Что это я написал? Это я написал сейчас изоморфизм. Мы говорим, что если бы здесь у нас стояли не Х1, ХН и Дельта, а какие-то другие множества, то, значит, это был бы изоморфизм префиксированных Х1, ХН, берем Н биекций, берем каноническое распространение и превращаем один сигмообъект в другой сигмообъект при помощи этих биекций. Но в частном случае у нас может получиться тот же самый сигмообъект, к которому ушли, к такому мы и пришли. И такой изоморфизм называется автоморфизмом, то есть преобразование сигмообъекта самого в себя. И автоморфизм всегда существует, значит, тривиальный случай, когда Ф1, ФН просто идентичные функции, да, сами в себя взяли и преобразовали. Но бывают случаи нетривиальные, значит, когда мы переобозначаем, как бы переставляем элементики в базисном множестве, но при этом родовая константа может сохраниться, а может и не сохраниться. Посмотрите вот на какую вещь. Направленный граф B, C, D, цикл из четырех элементов. Я сейчас не буду тратить наше время и расписывать род структуры вот этого мы можем себе вообразить. Мы можем сказать, что это направленный граф, вот тот самый X1, бульян от X1 на X1, и дальше аксиомами жестко закрепить, что только четыре элемента, и они увязаны вот в цикл, в замкнутый цикл. Значит, какие у него существуют автоморфизмы. Мы можем взять и переобозначить вот эти буквы либо цифрами, тогда это будет пример изоморфизма. Допустим, мы переобозначили 1, 2, 3, 4, тогда у нас получится такой же цикл, который закручен 1, 2, 3, 4. А мы можем переобозначить его другими буквами. Например, здесь B, A, D, C. Понимаете, да? Вот. И у нас получится после такого переобозначения, если как бы мы буквы поменяли на этих местах, у нас получится родовая константа, которая после канонического распространения, если здесь будет B, A, D, C, то тогда здесь тоже будет 4 пары, но только они будут соединены немножко по-другому. А бывает такое, что мы переобозначили буквы, и в общем-то произвели переобозначение, но родовая константа сохранилась. Это циклические сдвиги. Смотрите, значит, если мы возьмем переобозначение так вот, B, D, A, A, нет, B, C, D, A. Я просто перерисовал. То есть, мы A переобозвали в B, B переобозвали в C, C переобозвали в D, и D переобозвали в A. Значит, мы получили другой сигма-объект при помощи B, B, C, это циклический сдвиг, но при этом множество родовой константы, вот в родовую константу, которая у нас состоит из пар, входят все те же пары A, B, B, C, C, D, D, A. Это же множество, в нем порядок не важен. То есть, как бы порядок, если бы мы записывали это от руки, он бы поменялся, но с точки зрения множества, множество получилось то же самое. Вот. То есть, про такой, про такую родовую, про такой род структуры, значит, говорят, что циклический сдвиг у нас задает автоморфизм. И очень легко увидеть такую значит, теорему, доказать при помощи коммутативных диаграмм. Сейчас я ее нарисую и все станет на свои места. Если у нас имеется два эквивалентных рода структуры и в этих родах структуры у нас случились автоморфизмы, значит, здесь у нас F1 Fn S θ, здесь у нас F1 Fn S σ. Значит, мы можем сказать, что изоморфизм F1 Fn является автоморфизмом по S σ тогда и только тогда, когда он является автоморфизмом в эквивалентном ему роде структуру θ. Только мы каноническое распространение делаем не на вот эту ступень, а на вот эту ступень. значит, Потому что здесь у нас биекция, объективное соотношение, да, если это у нас рассмотрим множество всех возможных родовых констант в сигме и множество всех возможных родовых констант в тете. Вот эти множества, между ними установлена биекция E при помощи значит, вывода туда и вывода сюда. Да, какую бы мы ни взяли элемент из этого множества, значит, он соответствует одному и только одному элементу из этого множества. Хотя здесь другая типизация. Вот. Дальше. Взяли мы и построили вот это вот F1, Fn, вот это вот все и случилось так, что это оптоморфизм. То есть он дельта сигма равна дельте сигме. То есть просто они, дельта сигма штрих, вот здесь оказалось на самом деле знак равенства. Да? Вот. Тогда в силу того, что это-то у нас биекция, значит, соответствующий объект должен быть переведен здесь в равный объект. Вот. То есть автоморфизм здесь должен соответствовать автоморфизму здесь. И что это нам дает в практическом-то приложении? ответ нам дает ответ на вопрос, можно ли при помощи двойного булиана от x построить род структуры, эквивалентной тому, который задан булиану x на x. Значит, мы просто делаем контрпример. Значит, рассматриваем вот род структуры, заданной такой родовой константой, который задает цикл из четырех элементов. Всего при заданном x из четырех элементов у нас имеется 4-1 факториал 6 циклов. Вот такой вот бедный род структуры. В нем всего при фиксированном x всего имеется шесть вариантов, шесть циклов, которые можно построить. Значит, при этом имеется 24 факториал 24 биекции, переставляющих вот это наше множество из четырех элементов само в себя. Вот. Если мы попытались бы представить вот этот род структуры родовой константой, имеющей вот такую типизацию, то есть чего бы нам пришлось выбирать из 2 в степени 2 в 4 65 тысяч 536 вариантов. Ого! Здесь всего шесть, а здесь 65 тысяч 536. Наверное, мы наскребем из этих 65 тысяч всего шесть, которые будут себя вести таким же образом при автомархизмах. И оказывается, нет, не наскребем. Достаточно провести просто перебор компьютером, например. И получается, что из 65 536 вариантов всего 64 превращаются сами в себя при циклическом сдвиге. То есть мы взяли некое множество подножеств, циклические сдвинули элементы и получили то же самое просто после цикла. Из вот этих вот превращаются себя при цикле всего 64. Но нам надо наскрести 6. А получается вот что. 32 значит, ну, пример такой имеют вид допустим А, Б, С, А, Б, Д, А, С, Д, и Б, С, Д. Значит, они при перестановке А и Б еще сохраняются, а нам это не годится, потому что при перестановке А и Б цикл меняется. Вот. А другие 32 варианта значит А, С, Б, Д. Например, они сохраняются при обращении цикла, то есть если мы цикл разворачиваем в обратную сторону, то они тоже сохраняются. То есть получается, что вот из такого количества вариантов, хотя их гораздо больше, чем множество возможных родовых констант здесь, мы не можем подобрать ни одного такого, которое бы при автоморфизмах себя вело бы так, ну, как бы при циклических сдвигах также сохранялось бы, как сохраняется при циклических сдвигах цикл. То есть мораль сей истории такова, что нельзя в общем случае родовой ступенью двойной булиан от х задать род структуры эквивалентным образом, который задается ступенью булиан от х на х, хотя здесь мощность поболее, чем здесь. Вот. Вообще говоря, если дальше это все исследовать, то оказывается, что универсальная такая ступень, которую можно задать любой род структуры, может выглядеть следующим образом. Здесь достаточно булианов, а здесь перемножены Декартова все множества. Вот. Я подчеркиваю, здесь достаточно булианов. вот. То есть, если базисное множество всего одно, то тройным булианом от х1 мы можем задать эквивалентно любой род структуры, который задается булианом от х на х. Тройным булианом, но не двойным, как мы выяснили сейчас. Вот. Если их n, то мы должны Декартову помножить, а здесь накрутить достаточное количество булианов. Вот. Поэтому, когда вы видите конструкцию, когда здесь булиан от х, помноженный здесь на двойной булиан еще от чего-то, и здесь еще булиан взят там или не взят, то помните, что все это не догма, что эквивалентное представление дает нам достаточно большой простор, и в общем-то только от вас зависит, как выбрать наиболее изящную родовую константу, наиболее изящную типизацию и набор аксиом, чтобы это все было понятно, не только логически корректно, но еще и читаемо человеком. Вот. Спасибо. На сегодня все. Спасибо.